здравствуйте друзья я двигаюсь на работу у меня с утра урок я первый урок в каждой группе сам виду поэтому так такая у меня функция мотивирующая может быть и хочу рассказать о вчерашнем дне он оказался намного более насыщенным чем я думал пусть я думал приду appointment у меня нету сядут тихонечко поработаю там резюме сделаю что собственно и получилось то есть я и посидел и поработал и резюме сделал так все было ничего но дальше у меня было два визита таких серьезных значит первый серьезный визит был это наташа купер да то есть переводчик синхронист больше вот известная в сети как человек который преподает английский у нее замечательные вебинары на ее канале и вот мы с ней там поболтали вышел на час десять вышел сюжет он уже висит и было бы больше но там значит оказалось что у меня уже там час ждут ребят какие значит а ребята вот это следующее приключение значит ребята оказались с украины и там значит их было двое но вообще там есть троица некоторые значит один из них просто брал наш онлайновый класс пару лет назад живя живя там дома на родине и нашел работу там и вот с тех пор на что он работает там тестирует software а сейчас подучивается чтобы перейти в development так как-то растет человек второй учился по нашему бесплатному курсу который там висит и тоже работает тестером и он там лид целый того же как-то так подрос и третий парень которого не было там он тоже учился вот на этом бесплатном курсе и тоже работал тестером есть его есть его видео у нас в конкурсе они участвовали который был два года назад там на 20 тысячного подписчика значит у нас был конкурс и вот там последние два значит товарищи там артур и костя они участвовали в том конкурсе и как раз этот костя корчак его фамилия костя корчак константин вот он рассказывал там свою историю получилось так что мама кости выиграла гринкарт лотерею и они приехали уже тут пару недель живут в лос-анджелесе но общем мир так интересно развернулся к ним лицом и ребята прилетели с украины в лос-анджелес значит там пообщались вот с костей потом сели на машину и поехали на север к нам вот и приехали к нам в офис ну и такой знаете материале материализовавшиеся сюр такой знаете вот так люди которые где-то так в виртуальном пространстве существовали и пару лет как ну вот мы там знаем друг о друге до общем очень интересно и мы у нас не было темы никакой заранее договоренной но снимать мы не стали просто к жизни поболтали в основном о жизни в украине потому что артур он еще и блогер тоже он блогер и он снимает сюжеты о жизни в разных местах украины он и в донецке там и в центральной и западной части и так далее ну вот ему ему там достается надо сказать что это конечно не то что вот мы тут говорим нас там какие-то странные люди значит там троллят там там троллят по серьезному там дверь поджигают там на стене пишут что там убью тебя дать вот и так далее там такой более предметный такой тролизм вот так что вот я был под впечатлением хотя казалось бы уже вроде ну чё там чем можно там удивить да там дедушка но 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 было очень приятно и ребята хорошие такие дай бог успехов чтобы все было хорошо в жизни да интересно интересно послушать разных людей когда-нибудь на одно и то же смотрят как бы через разные окошки и каждое там новое окошечко но что такое показывает тем более блогеры знаете как у них все-таки аку аккумулируется опыт разных людей потому что они общаются много и как бы много там допустим не было у вас лично знакомых которые живут тут и там значит когда вы имеете дело с блогером у него таких знакомых и тут и там намного намного больше а еще в таких местах где и не и не приснилось нормальному человеку поэтому это всегда очень интересно послушать вот так сравниться поставить так что вот я под впечатлением и сегодня у нас в планах на урок само собой значит сегодня у нас в планах такая отходная ну ужин у нас нас пригласили на вечер значит бы ресторан михаил бородянский нас приглашает то что он среда улетает в два часа у него самолет но наверное мы где-нибудь к 12 его забросим в аэропорт к полудню и уже развернемся сторону так переваривания того что произошло и ну и обычных наших дел потому что чувствуется вот я как-то чувствую что мозги мои отключились от нашей повседневности и это тоже не очень хорошо хотя надо чтобы конечно и вот и на уровне делай раз делай два и на уровне что зачем куда дальше то есть надо существовать как бы параллельно во всех реально реалиях нам тем более что чем чем выше ты стоишь как бы в структуре принятия решений каких-то в своей жизни там на производстве где ты работаешь и так далее тем больше времени ты должен находиться на уровнях таких более философских вот так что надо это тоже это тоже нужно нам стряска хорошая была и мне и светлане и мы вот сейчас все время ходим и что-то такое у нас вдруг переваривается осмысляется и я вчера с сотрудниками тоже так ну коротенько мы но в общем-то у нас было взаимное понимание и согласие вот по тому направлению которое михаилом просто пальцем ткнул в это искал видишь что происходит то есть я как-то жалуюсь что вот тут проблема там проблема там не занимаются там чудят там еще что-то но что с этим делать да вот психологически что делать с этим вот и он говорит что есть как бы отношения партнерские горизонтальные до 1 делает свою часть работы другой делает свою часть работы и вместе они получают результат есть отношения типа родители дети вот и что такое отношение детей и родителей энергии идет сверху вниз вертикально энергии идет от родителей к детям дети могут балла баловаться дети могут не ценить быть постоянно недовольными конючить как бы портить нервы родителям там не выполнять то что от них требуется выполнять там не застилать постель не учить уроки там и так далее поэтому он говорит что вот ваша модель то вот такая и вот вы ее на себя взяли никто вам ее не повесил вы ее на себя взяли и мы вчера вот сотрудниками обсуждали как так получилось быть почему же мы оказались в этой роли а получилось потому что мы изначально когда школа только создавалась мы мы сознательно брали на себя эту роль и у нас не было другой на тот момент потому что люди которые к нам приходили они не говорили по-английски они были абсолютно не адаптированы в стране они были как следует там под стрессом вот от этой от этих вот перемен в жизни это как бы стресса бы это не было сегодня это даже сравнить нельзя с тем как это было стрессово там 20 лет назад я могу отдельно тему поговорить но это было страшное дело и многих машин не было у многих не было компьютера дома вот 90 какой-то год 4 у них у них не было компьютера и они говорят что вот чтоб на вашем курсе заниматься надо иметь компьютер или можно обойтись я бы вы чего ребята понимаете вот такое такое было время и там других отношений то и быть не могло там не было партнеров там были люди которых надо было спасать вот и вот это отношение спасателей к спасаемым вот она тогда и и состоялась я вот не знаю рассказывал или нет когда я только приехал был тут парень он сейчас есть какой хороший товарищ наш он со мной учился в одной группе в институте и приехал он на годик полтора наверное раньше это благодаря благодаря ему мы так как-то удачно смогли приехать иначе бы приехали на три-четыре года позже там отдельная история есть ну короче вот есть хороший товарищ мы к нему приезжаем не к нему но своим ходом мы приезжаем сюда он здесь и я написал резюме мы же с ним не только в институте мы еще потом в конструкторском бюро называлась цкб министерство связи мы с ним в этом цкб работали за соседними столами там не помню три-четыре года и в общем то он знает что я делал я знаю что он делал то есть мы как бы понимаем о чем идет речь и в этом контексте я написал резюме ну вот как связи страны электронщик разработчик там цифровой аппаратуры вот вот это я делал в тогдашних терминах я бы это назвал низкоскоростная передача данных тогда высокоскоростной особо не было неважно чем вот это и резюме и он смотрит на резюме на моем и у него такое значит лицо становится страдальческим что в общем-то меня лично не радует когда на моем резюме так смотрят и я думаю что так что-то со мной не так найти неприятно он страдальческое такое лицо и он ведь миша он год половину того что ты здесь написал в америке делают технишин и кроме того ты говорит у тебя сразу там по трем-четырем профессиям вот если ты разработчик то ты разрабатываешь а ты тут и документацию писал и опытные образцы настраивал там ягу но 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 ягу ну так я же и настраивал и писал он говорит ну да говорит но ответ а мы как-то всем а кто же напишет документацию если не тот кто разрабатывал ну как-то вот другая ментальность ну и в общем так я не стал инженером электронщиком вот как бы не было вот той критической массы которая бы меня туда подвигла он не книжку дал я ее читал там отдельная история и я себе тогда сказал что если когда-нибудь кто-то вот такой подранок значит придет ко мне и скажет что нужно ему резюме там или что-то посмотреть я просто сяду и напишу ему это резюме я я не не поставлю его в положении такое страдающее униженное там и так далее и вот у меня этот комплекс голове сидел и поэтому я я до сих пор пишу эти резюме своей рукой но если в то время если в то время люди которые приходили не в состоянии были но не то что там резюме две строчки написать не могли то сейчас то они приходят там из них 90 процентов лучше меня по-английски говорят эти и им даны образцы им данные инструкции у меня есть видео на 36 минут как вот это все делать это будет будет забули там на этих камень на камень кирпич на кирпич умер наш ленин владимир ильич вот у меня есть вот это вот это вот это камень на камень значит резюме строим и и и все равно вот и дальше я сижу и вот это все делаю и только расстраиваюсь потому что это как же так люди которые могли бы и должны бояться вот это отношение родители дети вот она с тех пор нас сидит и вот мы как раз вчера я к чему рассказываю что тренинг который мы проходили он как бы уже уже сейчас начинает на нас действовать в плане обсуждения понимания принятия не принятия чего-то из того что мы делаем и как бы интересы к тому чтобы это изменить как поэтому вот мы так вот ходим думаем я я это к тому что полезно на тренинги всякие ходить это тебя заставляет задуматься это не значит что ты должен все менять или даже частично что-то менять но обычно из каждого тренинга что-то такое выносится что ты потом долго используешь или всегда используешь и так далее я когда-то ходил на тренинги для риэлторов я не был риэлтором я страхованием тогда занимался но ходил в тусовке где много риэлторов и вот там я очень много взял оттуда для нашего курса по поиску работы потому что в принципе функция риэлтора когда он с тобой разговаривает вот ты не клиент а потом просто мы разговариваем он как бы ищет работу он ищет нанимателя он ищет того кто даст ему там заказ какой-то да и я смотрю мама родная да ведь это все абсолютно относится непосредственно к тому что мы делаем когда работу ищем ну ну не на сто процентов но может быть на 95 процентов относится вот так что я очень много тогда позаимствовал ну мысль будет знать как она перри перри фразируется перри компонуется переформатируется но все равно это это очень важно иметь что переформатировать что перри фразировать там и так далее так что друзья ходите на тренинги периодически счастливо